Добрый вечер и как всегда это конец недели и мы говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня бы хотелось уделить больше внимания нашему городсвету. То, что мы уже сделали, что мы хотим сделать, наши подходы и наш вектор развития в этом направлении. С одесским светом, наружным освещением, это подходы те же, что и касательно мусора, что и касательно озеленения города и остальных направлений. Тут у нас, безусловно, системный подход. Мы уже говорили о этой карте наружного освещения, которая сейчас готовится, так называемый светлый город. То, что нам готовят наши европейские коллеги, в середине августа мы уже должны получить первые результаты. Безусловно, эта карта станет тем алгоритмом, по которому будет развиваться наружное освещение в городе. Так, чтобы город был максимально покрыт и чтобы это было максимально рационально. Но первые шаги мы уже сделали. Уже в конце августа мы начнем эти работы по монтажу современного освещения, это светодиодного, в спальных районах. В первую очередь это будут межкварталки. Во многих местах это будет освещение там, где его действительно еще никогда не было. И это очень важно, так как, я повторюсь, подходим мы системно и будем это покрывать освещением модульно полностью все спальные районы и магистральные улицы в нашем городе. Мы уже ведем замену наружного освещения в центральной части города. И что хотелось бы отметить, те опоры и те светильники, которые мы меняем, те натриевые на светодиодные, бетонные опоры на металлические в историческом центре города, они тоже находят свою вторую жизнь. Буквально на этой неделе из тех светильников, которые были заменены на улице Артиллерийской, на более современные, на светодиодные, 16 светильников, мы установили на спуске к морю, на даче Ковалевского. Это тот участок, который не был освещен вообще до сих пор, хотя он действительно достаточно оживленный. Бывает очень много как жителей города, так и гостей города, тем более в туристический сезон. Вот уже на этом участке стало намного светлее и, соответственно, безопаснее. И опять-таки это повторюсь, использовали мы здесь те светильники, которые были заменены раньше, это ранее в центре города. Если говорить о том, что было ранее, еще хотелось бы отметить, что начиная еще с советской эпохи существует такая норма о том, что ровно в полночь 70% освещения в нашем городе, как и в целом во всем городах в Украине, выключается. Мы отошли от этой нормы в этом году, это учитывая, что наш город все-таки в первую очередь это туристический, тем более летом, в период высокого сезона, очень много отдыхающих. Естественно, Одесса живет активной ночной жизнью, и когда в полночь город становится темным, это не совсем верно. Впервые за годы независимости, это повторюсь, мы не выключаем на ночь освещение в центральной части, в исторической части города, на основных магистралях города и на выездах, и заездах в город. Тут освещение работает в полном объеме до рассвета. В нашем городе жителям города и туристам города стало ночью как светлее, так и безопаснее. На этом на сегодня, наверное, все. Повторюсь о том, что Одесса, это достаточно светлый город, но будет еще светлее. Если есть какие-то замечания, если есть какие-то вопросы, оставляйте у меня в фейсбуке, на все отвечаю сам. До новых встреч через неделю. До встречи.